Марина Роща, Достоевская, Красная площадь, Воробьёвые горы, Ленинский проспект. Друзья, всем привет! Я сегодня делаю для вас видео о транспорте, в частности о метро. Мы поговорим о том, как выглядит метро в Китае. И в сегодняшней ролике я хочу начать с разговора о Москве, метро Москвы. Сейчас я, в принципе, довольно символично встал на фоне одной из станций здешнего метро. Но прежде чем мы начнем обсуждать с вами шенчженское метро, давайте немножко поговорим о Москве. Я специально начал вот с таких названий, потому что я хочу подчеркнуть для вас, друзья, как неудобно для иностранцев в Москве ориентироваться по метро, вообще в целом по карте метро. Потому что, казалось бы, есть названия всех станций метро Москвы, переведенные на английский язык. Несмотря на это, иностранцам просто нет возможности ориентироваться, ну просто физически ориентироваться по этим названиям. Просто потому что нет никаких ассоциаций. Что это значит? Это значит, что человек, который не является носителем русского языка, просто, знаете, создается полный коллапс в голове, а как вообще вот запомнить это название? Какой-то там Ленинский проспект, или как запомнить там какой-то университет. Хорошо, слово университет в России еще похоже на английское слово, ты можешь разобраться. Ну там Красная площадь, или Площадь революции, или Киевская площадь, там и так далее, Киевский вокзал. Да, то есть это сложно, просто-напросто у тебя нет ассоциации, у тебя нет реального примера. И вот, когда мы поговорим о названиях Китая, то тут станет более-менее понятно. Но вот, что касается московского метро, друзья, и Киевского хотел сказать, ну в Киеве, наверное, тоже, и в Петербурге, то тут, наверное, друзья, вы со мной согласитесь, ну безусловно, должна быть ассоциация. Если хочешь сказать, там, Площадь революции, ну скажи нормально, переведи-то нормально это название, там, Revolution Square, правильно? Как это было бы понятно для любого носителя английского языка. Так и совершенно любая станция. Ну, будь то университет, опять же, университет понятно, будь то Ленинский проспект, пусть он будет Ленин, а будет быть Ленинс, там, Ленинский, как будет понимание англоговорящего человека. И, соответственно, проспект, ты можешь сказать, там, Avenue, там, или так далее. То есть адаптация на английский язык обязательно должна быть. Не надо сохранять эти названия, не нужны они. Просто потому, что они и будут нормальными английскими названиями в понимании англоговорящего человека. Ну, ладно, в общем, немножко углубились, друзья. Всегда, куда бы ты ни пошел, всегда, везде, очень много народу. Привет! Опять же, отдельным пунктом, прежде чем мы будем говорить о китайском метро, я хочу, друзья, для вас отметить, чтобы вы понимали ценность московского и питерского метро. Дело в том, что иностранцы, приезжающие в Москву или Питер, они просто с открытыми ртами ходят и фотографируют каждые станции метро, будь то в Москве, будь то в Питере, просто потому, что наше метро выглядит очень красиво. Каждая станция отличается друг от друга. Все сделано с вкусом, все сделано с глубиной истории, все сделано с архитектурными серьезными решениями. Это все очень красиво, дизайнерские действительно серьезные проекты. Но что касается китайского метро, то мы сейчас с вами посмотрим. Они просто обычные, совершенно ничем от друга не отличающиеся, классический хай-тек стиль метро. Поэтому, друзья, цените наше метро, оно очень красивое. Метро, буквально вот вчера я разговаривал со своими друзьями американскими, они говорят, что вот в следующем месяце, буквально, кстати, только недавно, новые друзья, познакомился, и они собираются всей семьей сейчас ехать в Москву, в Питер, вот, возможно, Владимир сейчас ездит. В общем, я им тут советую про Сочи, в общем, рассказываю все. И вот они просто восторжены, они вот слышали, что каждое метро в Москве, что это просто шедевр, все это музей, потому что метро в Нью-Йорке, например, оно совершенно обычное, и, во-первых, оно очень старое и грязное, и там и крысы бегают, и так далее. Вот, если здесь брать в Китае, то это все просто хай-тек, все очень чисто вылезано, охрана, куча всего. Вот, а в Москве и Питере это все очень-очень красиво. Поэтому, друзья, у нас очень крутое метро, да вы и сами знаете. Но не забывайте ценить это. И тут в отношении китайского метро нужно сказать, что здесь молодцы. В Китае сразу же взяли ориентир на международную составляющую, на понимание, взаимопонимание. И это все очень удобно, просто потому что все во всех китайских городах, везде, в метро, будь то в метро, будь то в автобусе, всегда все переведено на английский язык. Это очень удобно, но безусловно никаких проблем. Даже вы, если не носитель английского языка, русскоговорящий, приезжайте сюда, и опять же, вам уже гораздо проще без знаний иероглифов просто ориентироваться по названиям. Просто это здорово и удобно, согласитесь, друзья? Так, например, если станция на китайском называется Калкэйюэн, например, хай-тек парк, как это было бы на английском языке, мы понимаем сразу же так, это парк высоких технологий. И это удобно, это не Калкэйюэн, ну попробуй выговори, да и вообще ты не поймешь, даже не сориентируйся, что там сказали на китайском языке. Но тут надо сказать, что эти названия не всегда переведены вот в тех же автобусах. Названия могут быть, звучат, они всегда звучат на английском языке, как объявление сейчас, например, так, Ся-И-Тан, Калкэйюэн. Следующая остановка, хай-тек парк, например, да? Здесь, например, в Шэнчжэне это звучит на стандартном Пу Тонгхва, стандартном китайском языке на всем Mainland China, на всей территории Китая. И также звучит второй вариант на кантонском, то есть языке, на котором говорят здесь в провинции Куандонг и в Гонконге. И третий вариант это на английском, то есть вы можете, опять же, ориентироваться на английском без проблем. Никакой вообще сложности не составляет, друзья, выйти на какой-то нужной вам станции. Это очень удобно. Но тут нужно сказать, что станции не всегда дублируются на картах. Карты, которые написаны в автобусах, они просто на китайском. И бывает, да, бывает это, конечно, проблема. Поэтому приходится спрашивать у водителя, приходится спрашивать у кого-то. Вот поначалу я просто вспоминаю, всегда приходил спрашивать. Если сейчас, опять же, я не знаю, какая станция, я могу просто спросить на китайском, и мне, естественно, подскажут. Но, опять же, не всегда, к сожалению, перейдено на английском в автобусах. Но метро всегда на английском все есть, поэтому, друзья, не переживайте, смело езжайте в Китай, все будет классно. Система контроля при заходе в китайское метро, в принципе, ничем не отличается, как и где-либо в мире. Единственное, что нужно сказать, пожалуй, стоят металлодетекторы. Да, это крайняя мера безопасности в Китае. Анченди, безопасность в первую очередь. И поэтому каждый заходящий метро обязан пройти через... Сначала, вот как мы видим, здесь стоит рамка 3D-фотографии. Со всех сторон тебя фотографируют. Кто ты такой, и все сразу же понятно, кто зашел, когда зашел и так далее. Такая система контроля. Дальше будут охранники и металлодетектор. Как при входе в какой-либо вокзал в России, ты должен пропустить любую сумму, которую ты с собой несешь, пропускают на металлодетекторы. Если у тебя обнаружат воду, то воду нужно тоже достать. Специальное устройство будет проверять, что находится в воде. И, соответственно, зеленый свет загорается, и ты проходишь дальше. Друзья, к сожалению, я не могу пройти дальше, потому что дальше охрана, и дальше снимать просто-напросто нельзя. Сразу же подходят и говорят, съемка здесь запрещена. Нельзя, нельзя, нельзя. Безопасность в первую очередь. Но, друзья, я скажу вам, что, опять же, вы можете на моем фоне сзади наблюдать, что вот там вдалеке стоят терминалы, в которых вы можете приобрести, либо жетон. Это старая обычная технология. Жетончик, и зеленый маленький жетончик выпрыгивает. Вы оплачиваете это либо наличкой, либо Вичатом. Купюры принимаются разных номиналов. Довольно удобно. Что касается этих жетонов, то они уже устарели. Есть еще люди до сих пор, которые покупают жетоны, но абсолютно, большинство, 90% людей, ими уже не пользуются. Люди пользуются оплатой через мобильный телефон, через приложение Вичат. Есть внутреннее приложение, которое ты открываешь, появляется QR-код, и ты просто сканируешь. Припроходят через турникет, и все благополучно работает, тебя пропускает система. Когда ты выходишь из метро Китая, то ты тоже так же прикладываешь этот QR-код, и благополучно выходишь из китайского метро. Очень удобно. Очень удобно. Также есть еще система UnionPay, китайские карты, которые позволят проходить, опять же, через... Вот ко мне уже подошел человек. Есть, есть вопросы. Есть вопросы? Я еще не закончила. Я в этой импании. Есть вопросы. Ну вот так, друзья, мы с вами ожидали. В принципе, даже несмотря на то, что я не зашел в само метро, как бы не прошел турникеты. Понятное дело, что там с большой вероятностью мы наткнулись бы на проблемы. Сразу же подбежали, сразу сказали бы, что снимать нельзя. Но несмотря на то, что мы не зашли с вами, все равно благополучно прогнали. Ну, опять же, люди были очень вежливые. Подошла вот эта девушка, подошел еще дополнительный охранник, силовая поддержка. И, в общем, попросили вежливо удалиться. И поблагодарили за то, что за понимание. Вот. Ну, на самом деле, сложный вопрос. Наверное, в Москве или в каком-либо другом большом городе, в метро, наверное, тоже попросили бы удалиться. Съемку, наверное, запретили бы. Просто потому, что, наверное, террористы могли бы воспользоваться подобными вещами для установки какого-нибудь заряда. Отсняли и поняли, как все работает. Ну и так далее. Вот. Поэтому, наверное, в принципе, все логично. Вот. Я хотел бы лишь добавить, друзья, для вас, что, когда вы проходите в метро в Китае, опять же, используя приложение, которое абсолютно все используют, опять же, это встроенное приложение в социальную сеть, в WeChat. Очень удобно. Опять же, есть аналог такого же приложения, который, опять же, внутри вылетает, в самом WeChat для проезда на автобусе, городском автобусе. И, опять же, это удобно на всей территории Китая. Просто потому, что вы можете путешествовать туда-сюда и всегда использовать. Никаких проблем. Очень удобно. Главное, чтобы у вас на антиптифоне был интернет. Вот и вся радость, друзья. Ну, а мы сейчас с вами стоим на станции, опять же, это оранжевая ветка. Станция называется Тин. Тин Тиан. Тин Тиан. Очень красивое поле. Поле с красивым обзором. Вот, в общем, так. Опять же, на китайском языке все станции, они совершенно такие же, как у нас. Какая-либо площадь, место какого-либо человека, там, память какого-то человека. Какое-то красивое озеро, там, какой-то замечательный пол. Парк, там, Личий парк, например, здесь, в Киеве, здесь, в Чжинчжене. Вот, поэтому все по такому же принципу. Люди совершенно такие же люди, которые называют совершенно обычными человеческими именами названия тех или иных станций, друзья. Ну, а я, пожалуй, с вами прощаюсь. Это все на сегодня. Вот такой вот коротенький ролик получился про метро и автобусное сообщение здесь, в Китае, в Чжинчжене. Пишите, что вы думаете. Оставляйте комментарии. Ставьте лайк, если понравилось. И до следующего раза. Не забудьте подписаться на канал. И делитесь этими роликами. И, друзья, мотивируйте меня делать для вас еще больше. Да, я все равно буду делать. Покеда. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok